Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. В кулуарах Сената министр Шарлопаев высказался о петиции против утильсбора. Ранее активисты требовали отменить утиль-платеж для новых авто. Вопросу предшествовали январские события, после которых президент Укаев поручил прекратить сбор утиль-платежей компании «Оператор РОП», связываемой с Ильей Назарбаевой. После протестов активистов ставки по утильсбору были снижены вдвое. Но утильсбор, который по всем документам проходит как экологическая индульгенция, в стране уже не прикрыто признают заградительной мерой для импорта. Начнем с того, что активист Санжар Букаев называл утильсбор ударом по карману потребителей, на котором зарабатывают олигархи и политическая элита. Причем, по его словам, конкретных выгодополучателей всего семь человек. Экс-премьер Мамин, вице-премьер Скляр, экс-министр индустрии Атамкулов, президент ассоциации автобизнеса Лаврентьев, основатель моторной компании Смогулов и экс-министр экологии Брекишев и стоящая за учредителями ТОО «Оператор РОП» Алия Назарбаева. Правительство Казахстана после многочисленных митингов активистов сократило размер платежей от утильсбора на 50%, но это все равно дорого. 3 миллиона тенге за одно авто. Утильсбор сделал мечту о новой технике несбыточной. Оплата утильсбора, по словам активистов, в конечном счете все же ложится на плечи потребителя, увеличивая в разы стоимость товара. И главный вопрос, куда же ушли деньги? Часть денег пошло на автокредитование под 4%, другая часть для покупки автобусов. Куда делись 180 миллиардов тенге, до сих пор неизвестно. Какая-то часть действительно была направлена, например, на приобретение сельхозтехники по льготному финансированию. То есть эти деньги попали обратно к сельхознавропроизводителям. Что касается приобретения автобусов, мне кажется, что это вполне закономерно, что мы тратим деньги на развитие общественного транспорта и тем самым повышаем качество жизни у жителей наших городов. Изначально в западных странах утильсбор вводился для того, чтобы освободить города от никому не нужного автохлама. Однако в Казахстане чиновники руководствуются не только заботой об экологии. Утильсбор — это скрытая мера поддержки местного производителя. Шарлопаев заявлял, что, мол, ставка утильсбора в Казахстане ниже, чем в Турции и в ряде других стран. Поэтому Минпромышленности намерены и далее создавать протекцию автопрому, чтобы обеспечить работу заводов в Казахстане и обеспечить сохранение новых рабочих мест. Министр Шарлопаев категорически заявил, что государство не планирует вводить изменения в систему утилизации. Никакого пересмотра утилизационного сбора мы сейчас не рассматриваем. Утильсбор в Казахстане в несколько раз превышает ставки, установленные в большинстве стран мира. Так ли богатые казахстанцы? Для сравнения, в той же Европе он составляет всего лишь 100 евро или отсутствует вовсе. Министру Шарлопаеву напомнили, что почти 50 тысяч человек подписали петицию с просьбой его отставки именно из-за утильсбора. Для этого существует демократия. Если две группы людей и их интересы расходятся, то для этого существуют законодательные механизмы принятия решений. Как, например, петиция, как решение правительства, как публичные групповые обсуждения. В Уральске жители домов, проживающие по адресу улицы Акан-Сере, выражают недовольство из-за отсутствия асфальтированной дороги возле своего дома. Они отмечают, что это лишь одна из проблем. Также в их домах не работает лифт, не хватает мусорных контейнеров и отсутствуют детские игровые площадки. Наша съемочная группа обратилась в городской Акимат для получения информации о планах по устранению этих проблем. Работы по благоустройству во дворе многоэтажного дома, расположенного по адресу Акан-Сере 49-1, начались в сентябре 2022 года, но так и не были завершены до конца. Подобные проблемы наблюдаются и в соседних домах. Жители бьют тревогу, поскольку жить в таких условиях неудобно. Из-за отсутствия асфальта проезд к дому затруднен. Детям нечем заняться на улице, так как отсутствует игровая площадка. Также не хватает мусорных контейнеров. «Я сама инвалид второй группы. Дом был выделен по государственной программе. Здесь отсутствуют необходимые условия. Лифт не работает. Даже выход и прогулка вечером становятся невозможными. В этом доме всего лишь четыре контейнера для мусора. При наличии шести домов. Фундамент здания уже начал трескаться по швам». В городском Акимате сообщают, что выполненная работа подрядчикам является недобросовестной. Он не завершил благоустройство дома до конца. Несмотря на потачу исков против подрядной организации ТО «Римстрой», которая не выполнила работы в соответствии с контрактом, судебное решение было вынесено в пользу строительной компании. Однако Акимат продолжает предъявлять иски в отношении подрядчика. «Благоустройство данного дома началось в сентябре 2022 года под руководством подрядчика ТО «Римстрой». На сегодняшний день выполнено 65% работ по благоустройству. Три дома полностью оснащены инженерными сетями. 50% дорожного покрытия покрыто асфальтом. Однако подрядчик не смог завершить свои обязательства. Благоустройством дома займётся другая компания, которая завершит работы до конца третьего квартала». К слову, важным аспектом является то, что данные многоэтажные дома были построены по государственному заказу для людей с ограниченными возможностями. Дана Керимбаева, Эбулла Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Прикоснуться к настоящим самолётам и почувствовать себя лётчиками теперь могут все желающие в Актубе. Уникальный музей появился в центре города. Вот только новое место отдыха ещё не сдали в эксплуатацию, но экспонаты уже оказались под угрозой. Неизвестные вандалы разломали двери воздушных судов и разрисовали их неприличными картинками. Подробнее об этом в материале Лейла Уесовой. В Актубе обустраивают музей авиационной техники под открытым небом. Крылатые машины, которые раньше находились на балансе военного института сил воздушной обороны, передали городу. Сейчас на территории парка 9 самолётов и один вертолёт. На них когда-то начинали свою лётную карьеру местные пилоты. Например, самолёт Ан-12 использовался для переброски военной техники и личного состава, а также во время чрезвычайных ситуаций. Представленные здесь экспонаты не макеты, а настоящие боевые машины, многие из которых стоят на вооружении казахстанской армии. Есть и образцы, которым пришлось побывать в горячих точках. Например, вертушки Ми-8 или транспортные самолёты Ан-12. Их использовали для перевозки военных грузов и для огневой поддержки десанта. Работы по благоустройству стартовали ещё в прошлом году. Здесь разбили сквер, уложили брусчатку и высадили деревья. Однако сдать объект к сроку не успели. На подрядчика подали в суд, и теперь компания должна завершить проект к началу лета. Сдать объект должны были в декабре 2023-го, но не успели. Мы дали подрядчику второй шанс, чтобы он завершил работы. Осталось отремонтировать детскую игровую площадку, постелить газон и ещё покрасить самолёты. Всего на эти цели из бюджета выделили 133 миллиона тенге. Если одни приходят просто посмотреть на экспонаты прошлой эпохи, другим этого мало. Из некоторых самолётов уже успели выдернуть металлические стеклянные детали. Они разбиты и разбросаны по земле. Непристойные картинки нарисовали на самом большом самолёте. Хулиганов ещё не поймали, так как в новом парке пока нет камер видеонаблюдения. Вход сюда свободный, поэтому по вечерам здесь много посетителей. Мы хотели показать детям такой необычный парк-музей. Пришли сфотографироваться на фоне самолётов. Хотелось бы, чтобы люди соблюдали чистоту и не ломали экспонаты. Это же память и история. Действительно, люди оставляют после себя горы мусора. Об этом свидетельствуют переполненные урны. Царящие вокруг самолётов беспорядок дополняют ещё и сломанные саженцы. Всего в сквере высадили около ста деревьев хвойных и лиственных пород. Но без должного ухода и полива зелёные насаждения практически засохли. В Мангостаусской области предотвращен ущерб государству на сумму 2,3 млрд тенге. С 1 апреля в регионе проходит республиканская акция «Бекре-2024». В ходе проверки и наблюдения за Каспийским морем пограничники задержали 66 человек, нарушивших границы. Изъята 61 лодка. Нарушителей оштрафовали на 7 млн тенге. Также специалистами были собраны с поверхности моря браконьерские сети общей протяжённостью 263 км. Около 1100 осётров и около 70 тюленей, найденных живыми, были возвращены в свою естественную среду обитания. Рыбоохранная акция направлена на обеспечение миграции рыбы, в том числе и осетровых пород, местам нереста, сохранение естественной популяции рыбных ресурсов и других водных животных Каспийского моря с учётом нынешнего и будущего поколений. 159 нарушений рыбоохранного законодательства выявлено в Западно-Казахстанской области. Такие данные приводят специалисты Акжаикской рыбной инспекции. 17 из общего числа материалов нарушения уголовного характера. В этих случаях выявлен вылов рыбочистяковых пород в особо крупном размере. Дела направлены в суд. С 1 апреля по 31 мая в области проводится широкомасштабная акция по рыбоохранной работе Бекере. В акции задействованы представители рыбоохранной инспекции и правоохранительные органы. Наложен штраф более 2 миллиона 700 тысяч. Изъяты рыбы более 2 тонн. Орудий лова 43 единицы и плавсредства 7 лодок. А также идёт запрещенный период для ловли рыбы на реке Урал с 15 мая по 15 июня. На других водоёмах местное назначение Западной Казахстанской области с 1 мая по 31 мая. В Уральске прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. По словам специалистов, некоторые родители не выполняют свои обязанности должным образом. В связи с этим члены комиссии посетили две семьи и ознакомились с условиями проживания детей. Личные дела по неявке детей в школу без уважительной причины или из-за халатного отношения родителей к их воспитанию рассматриваются на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Акимате города Уральск. Ранее коллегиальная группа, организовывавшая семь заседаний, взяла под контроль две семьи. Члены комиссии внимательно ознакомились с проблемой и посетили каждую семью. Специалисты отрасли общались как с родителями, так и с самими подростками. Здесь мы только что побывали в двух семьях. Там мы увидели о том, что во многих случаях отсутствуют элементарно-санитарные нормы, нет, допустим, специального места для ребенка, где он спит, допустим, обучается или кушает. Поэтому сейчас мы произвели осмотр. Скорее всего, сейчас уже в Акимате мы уже заседание проведем и решим, какие меры будем принимать. По словам специалистов, в летний курортный сезон усилится проведение рейдовых мероприятий. Это направлено на предотвращение преступлений среди несовершеннолетних. Амина Максотова, Нурлан Кунашев, Аймураджа Гапар, телеканал ТДК-42. Порядка 100 тысяч учащихся Западно-Казахстанской области планируется охватить летним отдыхом. В целом по области будут действовать более 600 лагерей различной направленности. Особое внимание уделено подготовке загородных лагерей. О ней расскажут наши корреспонденты. Лагерь Атамыкин от паводка не пострадал, поэтому все необходимые подготовительные работы к приему детей здесь ведутся вовремя, в срок. Уже 1 июня лагерь готов принять первую смену. С 1 по 10 июня здесь отдохнут свыше 200 ребят. Заместитель директора детского оздоровительного лагеря рассказывает, что сейчас ждут завоза последней партии мебели. В целом в текущем году ситуация с организацией летнего отдыха для детей осложнена. Те лагеря, что оказались затопленными, начнут прием детей позже. Остальные уже сегодня работают в штатном режиме. Здесь ведутся последние подготовительные работы по косметическому и техническому ремонту, приводят в порядок всю территорию лагеря. 400 штук кровати привезли. Теперь мы ждем 100 штук тумбочки. В первую очередь здесь готовы разместить детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для этого приготовлены два корпуса. В общей сложности рассчитаны на 220 койко-мест. На сегодняшний день у нас проведен текущий ремонт второго корпуса. Сейчас начали ремонт бассейна. Также планируем обновить искусственное покрытие на футбольном поле. Частично меняем мебель. Оставшиеся свободные места здесь готовы предложить на платной основе. Одна путевка обойдется родителям в 76 тысяч тенге. В целом этим летом по области планируют охватить отдыхом 107 тысяч учащихся. Помимо загородных будут открыты пришкольные лагеря. Планируется по области 100% охватить детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Также 94% детей с особыми образовательными потребностями. 98% учащихся в гигантном поведении. Общественным фондом Казахна в прошлом году была выдана квота для 895 учащихся. Эти ученики были обхачены оздоровлением в областном туристско-оздоровительном комплексе Евразия. В этом году также была выделена из фонда Казахна квота для 829 учащихся. Также в текущем году в список тех, кто сможет отдохнуть бесплатно, включили детей из семей, пострадавших от паводка. Они смогут посетить местные лагеря. Часть из них отправится на отдых в Астану и Туркестан. В мире транспорта. Будущее в ваших руках. Под таким названием в Уральске прошел день открытых дверей для учащихся 9-11 классов. Профоориентационные работы были организованы инспекцией транспортного контроля по Западно-Казахстанской области. Школьники и специалисты отрасли провели диалог в свободном формате. Какие вопросы интересовали ребят, расскажет наш корреспондент. До окончания учебного года остались считанные мгновения. Десятки выпускников каждого учебного заведения готовятся вступить в новую жизнь. На этом пути важно сделать правильный выбор профессии. В целях профориентации выпускников областная инспекция транспортного контроля организовала День открытых дверей. Спикеры делились своим опытом, а ученики задавали интересующие их вопросы. В рамках этого мероприятия представители транспортных компаний – это Хазахстан Темыржула, Хазахстан Сузжулдара, это Международный аэропорт имени Маншук-Маметовы. Их представители разъясняют и рассказывают нашим ученикам все интересные моменты в их деятельности. То есть основной целью является заинтересовать наших выпускников при выборе специальности в сфере транспорта. По словам специалистов, развитие экономики страны тесно связано с транспортной отраслью, а качественное образование для будущих специалистов является главным требованием. Подобные мероприятия – это уникальная возможность для молодого поколения, ориентирующегося на перспективы в сфере транспорта, отметила директор школы ГЭН Алья Каиржанова. Хочу отметить, что информации о данной профессии в стенах школы дается очень мало. И не каждый ученик знает особенности данной профессии, возможности данной профессии, также выбор определенных предметов. Хочу отметить, что на сегодняшний день сейчас присутствует более 10 организаций и почти 300 учеников. И думаю, что эти же дети будут популяризировать данное направление. По словам специалистов, в 2023-2024 учебном году в городе 11 классов завершат около 2500 выпускников. Из них 40 претендует на золотой знак и 110 претендует на аттестат с отличием. Амина Махсотова, Олег Писаренко, Аймураджа Гапар, телеканал ТДК-42. Все самое главное за последние 7 дней в программе «Итоги недели» в воскресенье на ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова